Привет всем! Как меня? Нормально? Слышно? Меня зовут Илья Соболь и, как уже сказали, я эксперт по реализации проектов в Центре протипирования высших код экономики. И предыдущий лектор рассказывал вам о том, как вам перевести вашу идею из какого-то нематериального и вообще из поля ваших мыслей во что-то реальное. Моя реакция будет намного более приближена к реальности, так как я на самом деле человек, который реализует разного рода идеи. И причем они на самом деле не все инженерные. И цель вообще моего рассказа не столько в том, чтобы рассказать вам о том, что я делаю такие классные проекты, а в том, чтобы вы увидели для себя еще одно направление возможностей. Потому что мой опыт показывает, что технические специалисты, они достаточно узко обычно направлены, и им достаточно сложно смотреть в стороны, в какие-то другие сферы. И я вам покажу на самом деле то, насколько сильна необходимость, например, в художественной сфере, в ваших компетенциях, в ваших возможностях и в ваших умениях. При том, что на самом деле там еще не дошло все до таких суперсерьезных роботов. Но я вас уверяю, например, все те технологии, которыми вы занимаетесь, они через некоторое время будут уже востребованы даже в том, чем занимаюсь я. Ну, здесь вот небольшой слайдик конкретно про меня. И вот, например, чем мы занимаемся. Наш проект называется «Варенье». И мы делаем городские ментальные тренажеры. То есть мы общаемся напрямую с людьми, с разными, и делаем для них разные какие-то усилительные штуки. И они не всегда бывают усилительные, не всегда с ними люди взаимодействуют. Это, знаете, называют интерактивным искусством, чем угодно. Суть здесь немножко другая вообще, зачем я вам это показываю. В том, что на самом деле эти штуки очень сильные и технически насыщенные. Они бывают очень простыми, бывают очень сложными. И вот как раз про сложные я вам немножко расскажу, а потом расскажу вам про то, что вообще может произойти с вашей идеей, и как вы можете себя также применить не только в технической сфере, но и в нескольких смежных. Примеры. Вот это проект «Экипики лес». Очень интересно здесь то, что мы его сделали на гранд-департаменту культуры города Москвы. Вот то, о чем говорил предыдущий лектор, это оказалось не так сложно, как мы думали, и в этом был всего лишь интерес парка. Но дело здесь немножко не в этом. Дело в том, как устроена сама эта инсталляция. То есть изначально для того, чтобы нам построить вот такую инсталляцию, нам понадобилось… Мы планировали, что понадобится три месяца. В итоге это все растянулось вот до сегодняшнего момента, а началось еще в батутинках вот с прошлого райка, который был. Мы, естественно, построили процесс таким образом, что было там прототипирование, да, макетирование, разработки технологий, а после этого уже серийное производство. И я сейчас покажу немножко фотографий из этой серии. Это, например, производство центра уникального приборостроения, ран, которые находятся на улице Бутлерово. Мы обратились к ним, чтобы они нам разработали уникальный контроллер, так как по каким-то причинам не могли использовать стандартный. И вот такое у них там производство. Это, кстати, не очень страшно, потому что и на таком производстве люди могут делать крутые штуки. Вот, например, в итоге был разработан такой контроллер. Он выглядит вот таким вот образом, если на нем все есть. Этот контроллер, который общается одновременно со всеми устройствами, из которых состоит инсталляция. Сам принцип работы инсталляции довольно простой. Это сенсорные трубки, которые можно трогать, и как только ты их трогаешь, они там издают какой-то звук. То есть это простейшая интерактивная техника, и это, на мой взгляд, суперпростейший робот. Тем не менее, он может быть простейший технически, но на самом деле он довольно непрост для человека, который с ним взаимодействует. То есть мы находимся на обратной стороне вот этих вымышленных баррикард. Мы, как технические люди, разрабатываете технологии, а мы, как люди, которые больше общаются с людьми, пытаемся увидеть и видим, как эти технологии могут быть действительно использованы, и как их будет проще, а иногда и не проще, но как люди с ними реально будут взаимодействовать. Это, как оказалось, очень важно. После того, как был сделан контроль, мы сделали их порядка 70 штук, здесь где-то половина партии из этой всей истории. И что интересно, вот такая коробочка, она размером с iPhone, но при этом технологически это, наверное, два или три поколения назад, потому что тот человек, который разрабатывал, он не умеет, например, работать с контроллерами, поэтому ему это пришлось решить все на старой аналоговой элементной базе. Это трубки, внутри которых находятся антенны и которые светятся, и тут их много разных. Это кусочек светлёжной ленты, это подиумы, в которые потом эти все трубки вставлялись, и потом небольшой элемент того, как это всё устанавливалось в парке. То есть в итоге это сейчас стоит в Леоносовом парке, недалеко отсюда, и, как это ни странно, не работает, хотя должно работать. И история здесь вот какая. Если разложить этот, ну, это я, это вот форт на столярскую там есть, потому что очень много внутри всего душпиговано. И однажды мы её монтировали зимой и застали вот такой кадр, так как там много было воды, то там просто гнёрз капили в эту воду, и это была очень крутая форта. И так это выглядит в работе. Если посмотреть на это с точки зрения проекта, то здесь пришлось синхронизировать четыре разных процесса одновременно. То есть первый процесс – это прототипирование, даже пять. Первый процесс – это прототипирование, второе процесс – поставки всех необходимых комплектующих, третий процесс – производство этих трубок, четвёртый процесс – это производство подиумов, а пятый процесс – это как раз выпуск вот этой всей электроники. То есть, казалось бы, абсолютно бесполезный какой-то художный проект, при этом его обратная сторона – это полностью ваша страна, Потому что без вас это невозможно реализовать, а люди-творцы такое делать не умеют, даже если очень захотят. Альтернативная сторона всей этой истории — это, например, вот такого рода проекты. Это просто аналоговый рупор, который сделан из листа металла. И все, здесь нет никакой электроники, ничего. И еще один проект, с которого как раз станет немножко понятнее, к чему я на самом деле клоню, это, например, вот такой тренажер параметрической архитектуры AII, который мы сделали для Политехнического музея. Эта штука очень просто работает. Опять-таки, технически она суперпростая. Там есть всего лишь один контроллер, парочка крутилок, ну на самом деле семь. И, изменяя вращение этих крутилок, можно менять изображение, которое у вас справа. То есть вот этот штат, который вы видите справа на экране, оно меняется, оно интерактивное. А чтобы показать вам, что внутри, как он производился, этот проект, я вот тоже приготовил немножко фотографий. Здесь интересно то, что, по сути, это вот стандартный процесс цитрового производства, как мы любим это сегодня называть. То есть сначала был сделан прототип на производстве, потом началось уже изготовление серийного прототипа, не серийного прототипа, а серийного образца. И из-за того, что он сделан из композита, то есть композитного материала Люка Бонда, если вы знаете 3D-принтер Пикассо, он как раз сделан из такого же материала, то, соответственно, и производство было супервысокотехнологичное, потому что это все нужно определенным образом фрезеровать, чтобы потом сложить и собрать. В общем, вот так это все фрезеровалось. И после этого вот так собиралось. Внутри у этой штуки были такого рода потенциометры, которые как раз переводили вращение в сигналный контроллер. Причем, что самое интересное, вот такого рода механизма оказались слабым звеном, потому что инженер недостаточно точно понял задачу, ему было как-то не очень понятно о том, что будет очень много людей, и они будут пользоваться этой штукой, да, у него было какое-то свое мнение на эту тему. И, соответственно, из-за вот таких вот, из-за вот этих механизмов приходилось очень часто ремонтировать эту инсталляцию, и появилась вот такая вот фотография. Это вот все процесс производства, а теперь когда она появилась? И из-за таких вот ситуаций появляются такие фотографии, когда приходится самому туда залазить внутрь. Вот так, например, выглядит Ардуино, когда она находится внутри такой инсталляции. Это, если бы она хорошо работала, тоже эта фотография никогда бы не появилась на свет. Однако я хочу ваше внимание обратить на эту картинку. Таких картинок из этой инсталляции довольно много, так как это здание, которое постоянно меняется, и я хочу задать вам вопрос, как вы думаете, кто сделал эту картинку? По идее, такого рода картинки должен делать художник или дизайнер, чтобы она так выглядела. Но этот проект интересен именно тем, что сделал это инженер. Это сделал программист, он полностью спрограммировал такого рода изображение и сделал его интерактивным. То есть это не просто статичная картинка, она еще может меняться. То есть вот эти все зеленые усы, и все это, они вырастают и исчезают. И как мне кажется, это отличный пример того, чтобы показать, что на самом деле технические специалисты в данный момент должны расширять свои компетенции, а не наоборот сужать их. Потому что это вот отличный пример. То есть я уверен, что каждый из вас при определенных навыках, то есть для меня было открытием, что человек-программист, например, который всегда программирует в ход, в состоянии сделать такое. И я вас уверяю, что эта сфера расширяется намного, намного сильнее, чем вообще может казаться. Теперь я покажу еще один проект, но это, знаете, так, чисто чтобы вы расслабились, это индекс любопытства. С помощью этой инсталляции мы пытались и, в общем-то, довольно успешно считали количество любопытных людей. Состоит она из вот чего. Из табличек и большого пространства, на которых есть очень много запретов. И розетки, в которые нужно засовывать пальцы. Выглядит это вот примерно таким образом. И каждая засунутая пальца в розетку, если на предыдущей картине посмотреть, они как раз нагоняют этот счетчик. То есть мы предлагали людям пересилить себя и сделать над собой опыт. И это, мне кажется, тоже отличный пример того, что, во-первых, можно не столько техническими, сколько творческими методами пытаться отдать людей, там, не знаю, свой голос или еще что-то такое, да? Причем статистика интересная. Где-то 70% людей все-таки засовывали пальцами, но остальные 30% не решились. И при наблюдении за этими людьми было интересно, потому что основной процесс происходил у них в голове. То есть они не то, что там пытались что-то отломать, они очень долго собирались это сделать. У них была вот видна внутренняя борьба очень сильная, хотя это обычные люди. Вот. Опять-таки, вот такие вот истории тоже делаются. Опять-таки, она очень простая технически, но, тем не менее, она очень круто работает, очень круто работает с людьми. И это как раз пример исследования, на мой взгляд, именно взаимодействия какого-то технического устройства с человеком, для того, как он может вообще себя вести. И как раз на следующем слайде я и задаю вопрос на тему того, робот это или не робот? И вообще можно ли называть такого рода вещи роботами? По сути, здесь вопрос даже не в этом. Понятно, что в какой-то части может быть, на самом деле, это, ну, не знаю, примитивный робот. То есть называть роботами это вообще очень-очень громко. Однако, может ли это быть каким-то образом вообще полезным для вас? Я думаю, что да, потому что вы можете как раз применять свои знания в такого рода вещах. И теперь я вам расскажу еще немножко про то, что может произойти с вашими идеями в тот момент, когда вы все-таки решитесь их реализовывать, как вам советовал предыдущий лектор, и с чем вы на самом деле столкнетесь. Вот одна из моих любимых историй – это то, что на самом деле качество идей абсолютно ничего не значит. То есть в тот момент, когда вы будете заявки, подавать там как-то их, апробировать или что-то с ними делать, я вас уверяю, на качество идей буду смотреть в самый последний момент, при том, что очевидно, что с плохими идеями никто вообще даже рассматривать ничего не будет. В момент, когда будет приниматься решение, будет куча каких-то разных нюансов влиять на то, примут вашу заявку или нет. Это может быть мнение каких-то людей, кто-то с кем-то договорился или не договорился, ну или в конце концов, кто-то вообще может быть милый способ. Еще один тоже любопытный момент – это то, как трансформируются идеи в процессе их реализации. Слева, например, видно изначальный эскиз того, как мы представляем себе этой идеей будет. А справа то, как вроде как она была нарисована, но потом в процессе поиска технологии реализации эта идея превратилась сначала в такую, а потом превратилась вообще в такую. То есть это стало очень далеко от того, что было изначально. В итоге она реализовалась в таком виде. Она тоже стояла какое-то время в парке, правда, в Кончаровском. И технические нюансы здесь совершенны. То есть это просто электрический вентилятор, так что это не очень интересно. При этом, что интересно здесь показать, это то, что произошло совсем дальше с этим вентилятором. После того, как он постоял какое-то время, дети стали тестировать его на прочность. И они это делали не ради зла. То есть это тоже моя любимая история на тему того, есть вандализм или нет. Я считаю, что вандализма как такового нет, но если люди хотят усвоенно действовать с объектом, но не знают как, то они выбирают любые возможные способы, которые им кажутся нормальными. Вот дети шатали вот эти балки, которые торчат из этой штуки. Да, вот здесь они видны. И, соответственно, в конце концов их выломали. Вот, при этом понятно, что они делали это не со зла, а это осталось единственным для них рупор. Как можно с этой штукой взаимодействовать? Вот видно, к чему это все привело. Опять-таки сложно сказать, можно ли было решить это инженерным путем, а однако я думаю, что творческим методом каким-то и связью творчества и техники в любом случае можно. Еще тоже такая интересная история – это утка, которую вы, может быть, видели в парке Горького. Не знаю, ее сделал художник Андрей Люблинский. И здесь довольно мило, что произошло с ней. Изначально он хотел сделать одну и большую утку, но парк Горького, когда производил, ее перепутал. То есть, наоборот. Андрей Люблинский хотел сделать много маленьких уточек, но парк Горького перепутал миллиметры и сантиметры, и поэтому получилась одна большая утка. И сложно, знаете, сказать, хорошо это или плохо, но очевидно, такие вещи происходят. К этому нужно быть готовым. И на самом деле, наверное, идея в процессе вот таких вот метаморфоз реализации становится только сильнее. Это еще один тезис на предмет того, что на самом деле в реализации идеи деньги – это, я вас уверяю, вообще не самое главное. И, в общем-то, найти способ финансирования для себя, ну, мне кажется, это намного проще, чем мы думаем. И этим же стоит заниматься. Потому что, если реально есть какая-то стоящая идея или что-то действительно полезное, а полезность, кстати, намного сложнее доказать, то деньги на нее уже найдутся. И я был членом жюри во время хакатома последнего в Технополисе, и там был хакатом по интернетам вещей. И было очень и очень грустно смотреть на то, что из 12 команд участников у 10 команд были, возможно, хорошие идеи, но они абсолютно не понимали полезность этой идеи. Они предполагали, что она полезна в одном направлении, хотя она, может быть, вообще не полезна или полезна в другом. Вот это, мне кажется, намного сложнее определить, нежели чем потом найти финансирование под такую идею. Еще один тезис мой — это то, что на самом деле простых идей не бывает. То есть какая бы вам ни казалась простая идея в образе или в том, как она выглядит, но в тот момент, когда вы начнете ее делать, я вас уверяю, вы столкнетесь с большим количеством каких-то неведомых и неожиданных ситуаций, которые усложняют это производство. Это было для меня огромным открытием, но теперь я жестко отделяю для себя то, как выглядит идея, и то, что придется пройти, и то, что придется сделать, когда эта идея будет реализована. И я думаю, это тоже вам должно быть очень круто знакомо в процессе реализации, я не знаю, либо роботов, либо любой вообще технической штуки. Это еще один пример того тезиса про АИА, который я вам показывал в политехе. Это конструктор, с помощью которого можно проецировать картинки, которые, в принципе, принципиально, это камера обскура. И здесь ничего такого нет, электроники нет. Но интересно другое. Кто сделал дизайн для этого конструктора? Сделал его, опять-таки, инженер. Причем человек, у которого вроде как нет никакого образования промышленного дизайна, дизайнера, он не умеет рисовать, я не видел ни одного скетча от него. Однако же в момент, когда к нему поступила задача, он решил ее творческим методом, не став замыкаться в чисто технические решения, и выдал вот такой же этап. И как раз мне кажется, что это отличное направление деятельности, независимо от того, чем мы занимаемся, потому что чем дальше влез, тем все больше и больше у нас будут сливаться технические и творческие компетенции, и тем больше нужны будут люди, которые умеют действовать одновременно и в том, и в другом направлении, а может быть, добавлять еще и третье. Ну и, собственно, это последний слайд, я не буду вас двойду мучить, в котором я хотел бы вам пожелать, чтобы вы как раз искали и находили для себя альтернативные возможности, нежели тем, которые вам видятся. То есть, на мой взгляд, то, что я показал, это как раз конкретный пример того, как можно идти непонакратно и как можно выйти за рамки каких-то своих даже самых-самых сильных границ и после этого получить совершенно неожиданные новые результаты. Вот как-то так. Может, какие-то вопросы есть? Есть вопрос. А я так не очень поняла, потому что вы говорили, это объект метации или это объекты, не знаю. А так, на самом деле, они неотделимы. Это эти объекты. Да, это музыкальный инструмент, я думаю, с помощью него можно играть музыку, но по факту в этом как раз и есть прикол, потому что это смесь между дизайном и художественным табличком. Да, это все есть, но при этом табличка не делает объект сразу художественным. То есть, если мы повесим табличку. Смотри, какой позиционирует. Вот. А мы их позиционируем именно как некую смесь дизайна и художественных каких-то практик. По сути, мы ищем задачи и вообще вопросы, которые мы поднимаем художественными методами, а уже решаем, как дизайнерские методы. То есть, вот такая вот некая смесь. Ну что, тогда все? Подождите, почему вы так удивляетесь постоянно, что программист внезапно рисовал и сделал программист, а то все-таки не может рисовать, что с такой нормальной никакой? Ну, на самом деле, как раз мне кажется, что можешь, но для большинства людей, как мне кажется, это не очевидно. Я апеллирую только к очевидности или неочевидности. Более того, интереснее здесь другое. Насколько вы, например, всегда видите в то, что через полгода вы вдруг останетесь рисовать крутые штуки, и эти штуки будут видеть люди. А это намного более реально, чем можно даже казаться. Вот скорее об этом спичь, нежели о том, что можем или не можем. Можем, раз такие уже появляются вещи. Ну, такой небольшой вопрос. Вот, вы делаете всякие коляпки, да? Это, в принципе, ваша основная работа? Ну, моя основная работа, на самом деле, это реализация проектов. И вот, и одно из вытравлений, это вот такие инсталляции. А сейчас я стал еще сотрудничать, сотрудничать с центром прототипирования Высшей школы экономики. И там уже все это больше переходит в такой предметный дизайн. И там уже есть и оборудование, и какие-то вещи, которые, например, нужно просто загрузить. Это уже вопрос просто о реализации проекта. А уж как дальше там пойдет? Ну, где. О, Андрей, спасибо. Практически вопрос, да. Как вы заказали? Ну, здесь работает другая немножко история. Мы заказы, по сути, не ищем. За счет того, что очень на большое количество времени предыдущих было заложено на так называемый пиар, да? И на рассказы о том, что вот такие есть, мы это делаем, нас находят сами. И здесь есть еще, конечно, стандартная тоже вещь. Это сарафанное радио. И как это не парадоксально, большинство наших проектов – это очень и очень дорогой пиар, который мы делаем не за свои деньги. То есть каждый из таких объектов, когда появляется на свет, он привлекает в себя огромное количество внимания. И это самое из больших выхлопов. Это как раз то, что о нас узнают люди. Иногда бывают истории с сарафанным радио, когда мы даже ничего не реализуем. То есть мы общались с большим и крупным девелопером, который строит элитное жилье. Мы с ними не успели ни посотрудничать, ничего не сделать, просто общались и пытались договориться. Но они нас передали компанию «Мерседеса», с «Мерседесом», и мы сейчас сотрудничаем. Тут довольно странно, потому что мы им не показывали ничего, ничего не делали для них, они нам побегали. Как-то так. Поэтому, если вам нужен бесконечный поток заказов, то для этого надо, конечно, огромное портфолио иметь, чтобы было что показать, чтобы люди знали, что такое существует. Спасибо вам.